Смотри, у меня появился выбор. А, ты же не видишь. Как думаешь, что лучше взять? 100 рублей за каждого подписчика или 200 тысяч разом? Деньги на тебя все равно так много не подпишутся. Да нет, лучше возьму 100 рублей за каждого подписчика. Ну как знаешь. Реально вместо кучи денег выбрала деньги за подписчика? Да, а что? Нет, ничего. Давай я хотя бы на тебя подпишусь, а то совсем без денег сидеть будешь. Хм, спасибо. Да ладно тебе, я пошутил. Да пошел ты. Обращай внимание, давай я на тебя подпишусь. Хорошо, но только не отписывайся тогда. Хорошо. Надо бы снять какое-нибудь видео. Расскажу о том, что я выбрала. Точно. Так, ну что там? 20 просмотров плюс 2 подписчика. Ну для начала неплохо. Смотри, на меня подписалось еще 2 человека, теперь у меня 3 подписчика. Да, и 300 рублей. Почему ты такая вредная? Деньги здесь совсем не главное. Если ты хотела стать блогером, ты могла взять деньги и дальше снимать просто так свои глупые видео. Глупые видео? Да, глупые. Я думала, мы подруги. А я думала, ты возьмешь деньги и мы сможем вместе куда-нибудь поехать. Пошла ты. Сама иди. Мне все равно это исправлю. Может она права и нужно было взять деньги? Вдруг на меня больше никто не подпишется? Да фиг с этими деньгами. Буду снимать видео, потому что мне это нравится. Так, уже прошло 2 часа, можно посмотреть, что там. Плюс 1000 подписчиков? Офигеть! Так, стоп. Это значит, что у меня есть 100 тысяч рублей. Точно, я смогу купить себе новый телефон. Поверите, я купила себе новый телефон. И сейчас я его буду распаковывать. Минус 1000 подписчиков. Я видела, у тебя прибавилось 1000 подписчиков. Мы теперь можем поехать в отпуск? Ой, а чего ты такая грустная? На меня вчера подписалось 1000 человек. Я получила 100 тысяч рублей. Я потратила эти деньги на телефон, а потом от меня это 1000 отписалось. И теперь у меня долг. 100 тысяч. Зачем ты их потратила на телефон? Ой, то есть, а как это так? Я не знаю, но теперь мне придется вернуть телефон, чтобы отдать долг. Ты не можешь просто продолжать снимать видео, и на тебя постепенно будут подписываться люди, и долг сам по себе со временем погасится. А телефон сдашь, и на эти деньги мы поедем вместе в отпуск. Если бы это было возможно. Мне заблокировали доступ к съемке видео, пока я не верну долг. Я вообще не понимаю, как это произошло. Да может ты уже забьешь на эти видео? У тебя есть 100 тысяч рублей, давай лучше отдохнем. Да я тебе уже говорила, что деньги здесь не важны. Почему ты вообще прицепилась ко мне с этими поездками? Потому что я специально накрутила тебе подписчиков, чтобы у тебя были деньги, чтобы мы смогли поехать в отпуск. Что? Мама, ты не поверишь, это Аня накручила мне подписчиков. Я просто в шоке. Придется мне пойти сдать сейчас свой телефон и вернуть долг. Здравствуйте. Я хочу вернуть свой телефон. Отправить. Долг оплачен. Снова три подписчика. Ну ничего страшного. Начну снимать и надеюсь наберу с такой же большой скоростью, без всяких. А чтобы снять, расскажу эту историю. Плюс 28 подписчиков. Немного, конечно, но зато все честно. Буду снимать еще. Выложить, выложить, выложить. И вот это, и вот это. Плюс, плюс, плюс. Офигеть, у меня уже почти 700 подписчиков. А если это Аня снова? У меня уже почти 700 подписчиков. А если это вдруг опять проделки Ани? Надо ей срочно позвонить. Алло. Через 30 минут в кафе у школы. Я тебя буду ждать, нам нужно срочно поговорить. Привет, что так срочно? Привет, у меня к тебе серьезный и важный разговор. Что такое? Говори уже. Я уже почти набрала 700 подписчиков, и у меня к тебе вопрос. Это опять твоих рук дело? Нет, ты чего? Я больше ничего такого не делаю. Точно? Правда, я тебе клянусь. Смотри мне, если это опять ты, мы с тобой перестанем общаться. Честное слово, это не я. Давай лучше выпьем кофе. Расскажешь мне о своих видео. Знаешь, для меня это очень важно. Например, смотри, у меня даже сейчас уже прибавилось 20 человек. Это же круто. Ваш аккаунт заблокирован.